Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Ученые подразделяют грехи на большие и малые. В чем же разница между ними? Малые грехи смываются выполнением обязательных намазов, совершением хаджа и другими благими деяниями. А для смывания больших грехов требуется сожаление, искреннее покаяние и намерение больше не возвращаться к этому греху. Также есть некоторые действия, из-за которых малый грех причисляется к большим. Великий ученый Имам Аль-Газали в своей книге приводит шесть поступков, из-за которых малый грех может стать большим. Первая причина, по которой малый грех может стать большим – это постоянство в грехе. Говорится, что малый грех не остается малым, когда человек постоянствует в нем, и большой грех не остается большим, когда человек искренне раскается в нем. Иногда мы можем видеть людей, которые постоянствуют в грехах, и когда им делают замечания, они отвечают, что это малый грех, ничего страшного в нем нет. Мы никогда не должны утешать себя тем, что не совершаем такие большие грехи, как убийство, отказ от намаза и тому подобного, потому что последствия одного большого греха и маленького греха, в котором человек постоянствует, одни и те же. Более того, малый грех, в котором человек постоянствует, иногда превосходит большой грех, который был совершен внезапно, без умысла. Тут можно привести известный пример. Когда вода капает на камень, то через определенное время на камне появляется выемка. И если же всю эту воду разом вылить на камень, то с ним ничего не случится. Точно так же и грехи. Какими бы они маленькими, мизерными ни были, при постоянном совершении они могут оказать такое воздействие, которое не может оказать большой грех, и приведут нас к большому огорчению гибели. Вторая причина, по которой малый грех может стать большим, это считать его мизерным, ничтожным. Поистине, когда мы видим грехи большими, то для Всевышнего Аллаха они оказываются маленькими, а когда мы видим грехи мизерными, ничтожными, то для Всевышнего Аллаха они оказываются большими. От Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволенными обоями, Аллах передается. Правоверный смотрит на свои грехи, словно сидящий под горой, который боится того, что она упадет на него. Нечестивец же смотрит на свои грехи, как на муху, пролетевшую перед его носом. Бухари. 6308. Один из ученых сказал, «Непростительным грехом являются слова. Ой, если бы все грехи были подобны этому!» И в наше время можно услышать подобного рода выражения, из-за чего даже мизерный грех становится большим. Мусульманин же считает все грехи большими, потому что он знает величие того, кого он ослушался. Именно поэтому один из ученых сказал, «Не бывает малых грехов, любое ослушание есть большой грех». Один из подвижников сказал Табиинам, «Вы совершаете такие деяния, которые тоньше волосинки в ваших глазах, но которые мы во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, причисляли к большим грехам. Это из-за того, что знание с подвижников о величии Аллаха было превосходным, полноценным, и любой грех считали большим». Третья причина, по которой малый грех может стать большим, это хвастовство грехом, радость от него, мнение, что возможность совершить это греховное деяние – благо, милость от Аллаха. Каждый раз, когда над человеком берет вверх сладость греха, этот грех становится одним из больших и способствует тому, что сердце становится черством. К большому сожалению, и в наше время можно встретить людей, хвастающихся, гордящихся своими греховными поступками. К примеру, кто-то может хвастаться, что он что-то украл, и люди не узнали об этом. Или же, что он кого-то избил, или что он якобы поставил на свое место, указав на его проступки, ошибки, в то время как он опорочил, унизил, наговорил на честь и достоинство человека. Мусульманину же следует следить за своими словами и поступками, подумать, прежде чем что-то сказать, не задеваю ли я его честь, и кто дал мне право выставлять на показ его ошибки или греховные поступки. Четвертая причина – это пренебрежение тем, что Всевышний Аллах скрыл его грехи от глаз людей, не опозорил его. На самом деле, то, что Всевышний Аллах скрывает наши грехи от глаз людей, является милостью от него. Тем самым Аллах оберегает нас от позора, унижения, сохраняет наш статус в обществе. Подумайте сами, кто бы из нас хотел, чтобы люди видели все наши грехи, сколько всего мы совершаем, о чем даже говорить стыдно. Верующему же мусульманину следует воздать хвалу Аллаху, что он скрыл его порочный поступок от взора людей и покаяться в содеянном, умоляя Аллаха простить его. Пятая причина, по которой малый грех может стать большим – это выставление своих грехов на показ. Прилюдное совершение грехов – рассказы людям о своих греховных деяниях. Прилюдное совершение грехов может стать причиной побуждения других к совершению этого греха. От Абу Хурая Рыда будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорит, «Все члены моей общины будут избавлены или прощены за исключением тех, которые совершали грех прилюдно» – муслим. Ученые говорят, «Не совершайте грехи, а если уж совершили, то не побуждайте других к этому греху, иначе вы совершите два греха». Всякий раз, когда вам захочется выпить спиртное или выкурить прилюдно сигарету, стоит подумать, что дело не ограничивается одним грехом. Иногда можно услышать от пожилого человека такие слова, «В свое время я что только не творил», и далее он перечисляет все свои греховные поступки. Вместо того, чтобы покаяться в содеянном и скрыть свой грех, он гордо делится им и тем самым показывает плохой пример подрастающему поколению. Таким людям следует как можно быстрее искренне покаяться, попросить прощения у Всевышнего Аллаха и больше не говорить о своем плохом прошлом, дабы люди не свидетельствовали о его грехе в судный день. Шестая причина – это совершение греха ученым-богословом, за которым следует народ. К этой категории относятся всякие, за кем следуют люди, будь то имам, совет старейшин, глава муниципалитета и так далее. Даже глава семьи, показывая плохой пример, должен знать, что его семья следует за ним и что он будет в ответе и за их поступки. Каждый лидер должен следить за своими поступками, словами и стараться показать хороший пример. От Абу Амара Джарира Ибн Абдуллаха «Да будет доволен им Аллах» передается, что пророк Мухаммад в мир ему и благословение Аллаха сказал, «Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него, что не уменьшит их собственную награду ни на йоту. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в исламе, понесет на себе, как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого обычая после него, что не уменьшит бремени их собственных грехов ни на йоту». Муслим, 1017. Анна Саи, 5 дробь 75. Ибн Маджих, 203. Тирмизи, 2675. Ибн Хибан, 3308. Из этого хадиса мы понимаем, что, совершив какой-либо греховный поступок, мы понесем ответ не только за наш грех, но и за грех тех, кто последовал за нами в этом. А теперь давайте представим, что в судный день, когда даже пророки миром будут беспокоиться за себя, говоря, «О, моя душа! О, моя душа!» Каково же будет состояние простых людей? И в этот день, когда нас будут отчитывать за каждый вздох, за каждое пустяшное действие, в то время, когда мы будем растеряны, беспомощны, напуганы страхами судного дня, обеспокоены за собственный исход, озадачены, что же сделает Аллах со мной, спасется ли моя душа, кому же захочется нести ответ за грехи других людей? Да убережет нас Всевышний Аллах от малых и больших грехов и сделает обитателями рая. Скажите Амин. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Инча Аллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаламу алейкум وрахмату Аллахи وبرкатуху.